МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Год на посту главы города Алексей Сафонов провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. Безопасность на дороге. Волонтеры клуба «Инсайд» вместе с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Трезвый взгляд». Битва в Ледовом дворце в первом матче нового сезона Хакасаров сразился с командой «Кварц». Далее расскажем обо всем подробно. Когда закончат реконструкцию парка на улице Сосина, достроят новую детскую поликлинику и школу на Зорге. Глава города Алексей Сафонов провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. Сложный рубеж в строительстве 11-й школы преодолен. Положительное заключение государственной экспертизы уже получено. Работы планируют закончить во втором квартале следующего года, рассказал Алексей Сафонов на пресс-конференции. Проблема долгостроя в Сарове остается и сейчас. В этом году особо остро ощущается дефицит рабочей силы. Если раньше на строительные объекты был серьезный конкурс, то сейчас подрядной организации порой приходится уговаривать вести объект. Часть организаций, к сожалению, для современного ведения бизнеса, на самом деле не склонны работать по-настоящему. Не скажу, что все, но очень большой процент после заключения договора, как в области проектирования, на самом деле, как в области строительства, честно признаются, что мы и не собирались работать. Было бы хорошо, чтобы мы забрали свои генподрядные деньги. Найдите какую-нибудь организацию, кто за нас все это сделает. Наболевший вопрос поможет сдвинуть с мертвой точки изменение концепции формирования УКСов на территориях, пояснил Алексей Сафонов. Еще один значимый вопрос, волновавший многих журналистов – освоение северных территорий, которые планируют присоединить к закрытому городу. Тут есть и плюсы, и минусы. То есть общение с горожанами, ну, как классические, наверное, любые сложные вопросы, имеют кардинальные позиции. И часть жителей города считает желаемым как раз жить за контролируемым, за охраняемым периметром. Часть, наоборот, считает, возможно, жить только внутри охраняемого периметра. То есть тут есть за и против. Но, тем не менее, эта территория востребована. По предварительным оценкам, на северных территориях можно разместить до 25 тысяч жителей. Проблем хватает и в черте города, в частности, деятельность гор автотранса. Перед его новым руководителем стала непростая задача – нормализовать работу предприятия. Положительная динамика уже прослеживается, считает глава города. Хочу отметить, что на первичном этапе Григорию Васильевичу удалось нормализовать, скажем так, в его технических возможностях хотя бы график. И в целом он сейчас соблюдается. И мы переходим к следующему этапу – это парк автотранспорта. Очень непростая и тяжелая ситуация. Ресурсы выработаны. Новый транспорт хоть и не решит, но существенно облегчит ситуацию в городе. Автобусы получат уже в декабре. В начале пресс-конференции Алексей Александрович поделился впечатлениями о том, как изменилась его жизнь за год работы на новой руководящей должности. Год прошел насыщенно. С точки зрения меня, как восприятия, да, есть четкое понимание, чем отличается работа от службы. Теперь я четко ощущаю, что такой муниципальный служащий. Ты не принадлежишь себе, ты действительно работаешь, служишь на том направлении, ответственность за которую ты несешь. Полную версию пресс-конференции смотрите в нашей рубрике без комментариев. Очередное заседание городской думы может войти в историю города как одно из самых коротких. На обсуждение пяти вопросов народным избранникам понадобилось всего 15 минут. В повестке дня вопросы, связанные с муниципальным контролем разных сфер в Сарове. А именно контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Жилищный, земельный и лесной контроль. Контроль в сфере благоустройства. Все проекты решений депутаты ранее рассмотрели на заседании комитета по градостроительству городскому хозяйству и утвердили на сессии. Воспитанник школы информатики «Вектор плюс плюс» Иван Будаков получил миллион рублей в программе «Купите это немедленно» на телеканале СТС. Иван представил свое изобретение голосового помощника Галю, который создал для помощи пожилым людям. Деньги саровчанин сможет потратить на образование. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В сентябре 2022 года станет известно точное число наших соотечественников. По итогам переписи 2010 года в России проживало почти 143 миллиона человек. Полученные данные лягут в основу огромного количества решений. От разработки федеральных и региональных программ и проектов до решения о строительстве отдельных объектов и инфраструктуры. Дорог, школ, больниц. Проект приказа Минздрава о новом порядке обязательного медосвидетельствования водителей размещен для общественного обсуждения. Законы о QR-кодах в общественных местах, если их примет парламент, начнут работать в полной мере с 1 февраля 2022 года. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что гражданам нужно дать время для вакцинации и оформления документов. До 1 февраля россияне смогут предъявлять как QR-коды о вакцинации и справки о перенесенном заболевании, так и отрицательные ПЦР-тесты. Ограничения коснутся мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, общепита и розничной торговли. Ничего не нужно будет предъявлять для посещения аптек и магазинов, которые продают продукты и товары первой необходимости. QR-коды также вводят на поездах и самолетах, однако для этих видов транспорта также разрешено использовать ПЦР-тесты. Причем это решение действует не до 1 февраля, а до даты, которую своим нормативным актом установит правительство. 14 ноября – Международный день логопеда. Когда нужно обращаться к специалисту и можно ли исправить дефекты речи самостоятельно? Расскажем в следующем репортаже. Родители часто задаются вопросом, нужен ли логопед для их ребенка. Если в речевом развитии малыша есть поводы для беспокойства, то лучше сходить к специалисту. Также стоит обратить внимание на так называемые сигнальные флажки. Два года, когда у ребенка нет фразы. Три года, когда фраза и словарный запас очень бедны. И этап от 4 до 5 лет. Лучше обращаться в 4 года за звуками, если их много. Если звук 1, например, Р, то можно обратиться после 5 лет с одним звуком. И, естественно, если начинаются запинки. То есть в любом возрасте, будь это 2 года, будь это 3 года, начинаются запинки, обращаемся и консультация к логопеду. Также сложности, если ребенок плохо пересказывает. Если у ребенка есть проблемы с построением связанной правильной речи, то его нужно показать логопеду в возрасте от 3,5 до 4 лет. И в этом случае не стоит тянуть. Чем раньше ребенок начнет заниматься со специалистом, тем лучше будет результат. Екатерина Николаевна советует родителям больше внимания уделять и физическому развитию детей. Оно тесно связано с речевым развитием. Сейчас венеры-психологи об этом говорят. И я воспользуюсь случаем, прям обращая внимание родителей на физическое развитие детей. Потому что у нас сейчас дети вроде бы как читать умеют, а ловить мяч не умеют. На двух ногах прыгать не умеют. Бегать хорошо не умеют. Себя контролировать во время бега не умеют. Можно ли исправить дефекты речи самостоятельно? На этот вопрос Екатерина Николаевна отвечает положительно. Можно. Но необходимо понимать причины явлений. Если дело, например, в отсутствии тренировок, то человек сам может повлиять на ситуацию. Но чаще всего для исправления дефектов нужен специалист. Я знаю родителей, которые поставили звук ребенку, но вести его в речь не смогли. Потому что для того, чтобы звук поставить, мы же как считаем? Мы считаем, что звук Р вызывался, и все, и ребенок говорит. А это не всегда так. Иногда звук Р вызывается и очень долго автоматизируется. То есть ребенок не может переключиться со звука Р на звук А, например. Бывает так, что нужна комплексная помощь и логопеда, и психолога, и нейропсихолога. Поэтому, если человек не обладает знаниями в этой области, то по всем интересующим вопросам лучше обратиться за консультацией к профессионалам. Четыре автомобильных колеса на сумму 60 тысяч рублей украл из гаража Саровчанина неизвестный злоумышленник. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Саровчанин попался на удочку мошенника в интернете. Злоумышленник разместил в одной из групп ВКонтакте объявление о продаже бинокля с функцией ночного видения. Получил предоплату, а товар не выслал. Сумма ущерба – более трех тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. 9 ноября неизвестный украл деньги из почтового отделения на улице Московской. Также сотрудники УВД зафиксировали случай незаконного проникновения в чужой гараж. Злоумышленник похитил четыре автомобильных колеса стоимостью 60 тысяч рублей. По статье 158 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело. Сотрудники ГИБДД зафиксировали пять ДТП с материальным ущербом и одно ДТП с пострадавшим. У дома 23 на проспекте Ленина водитель автомашины «Лады Веста» наехал на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, ушибы и растяжение связок. Травмы не представляли угрозу жизни и здоровью пострадавшего, поэтому после осмотра врачом он был отпущен домой. За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 82 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Из них 14 случаев – это управление транспортом при наличии неисправностей или тонировки. 13 автомобилистов не уплатили административный штраф в срок. Волонтеры клуба «Инсайт» вместе с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Трезвый водитель». Ребята напомнили водителям, что управлять транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. Подробности далее. На площади Ленина сотрудники ДПС останавливали машины, встречая удивленный взгляд автомобилистов. Дальше действовали волонтеры клуба «Инсайт». Они рассказывали водителям о том, как опасно употреблять психоактивные вещества и управлять транспортом в состоянии опьянения. После этого ребята вручали специальные наклейки. Так прошла акция «Трезвый взгляд». Мы просвещали водителей о том, что необходимо соблюдать здоровый образ жизни, необходимо удержаться от употребления психоактивных веществ, потому что это влияет не только на них самих, а еще и на то, как они ведут себя за рулем и, соответственно, на жизни людей, которые им встречаются на пути. Большинство аварий и несчастных случаев происходят по вине водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сотрудники ГИБДД каждую неделю выявляют нетрезвых водителей. Ситуация усугубляется из-за снега и глоледицы. ГИБДД призывает всех водителей не нарушать правила, ни в коем случае не управлять транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, при ухудшении погодных условий, которые сейчас мы наблюдаем, соблюдать скоростной режим, быть предельно безопасными при подъезде к пешеходным переходам. Сотрудники ГИБДД призывают у пешеходов быть внимательными и осторожными на проезжей части. Убедитесь, что машина полностью остановилась. И только тогда переходите дорогу. 13 ноября стартовал новый хоккейный сезон. Хэк Осаров принимал на своем льду команду «Кварц». Как прошла игра и с каким счетом завершилась, расскажем в следующем репортаже. В первом периоде и гости, и хозяева создали немало опасных моментов. Но, несмотря на удаление в составе «Кварца», саровчанам не удалось реализовать большинство. Счет открыли гости за пять минут до свистка. Отметился нарушением «Кварц» и в начале второго периода. И снова саровчане, находясь в большинстве, так и не смогли распечатать ворота противника. Лишь на 15-й минуте им удалось забить шайбу. Все боролись, все пластались, вытаскивали каждый клочок из любого момента. И могли, конечно, лучше. В первом периоде просто, как говорится, первая игра у всех, был небольшой мандраж. Не обошлось во втором периоде без удалений и у саровчан. Но команда гостей не смогла воспользоваться преимуществом. А за семь минут до конца хозяева отправили в ворота «Кварца» сразу две шайбы. Впрочем, гости не сдавались до последнего. И за 18 секунд до свистка сократили отставание. В целом, мне игра понравилась. Задания они выполняли по большей части игры. Но во втором периоде ребята местные, конечно, очень четко сыграли в пас, чего нам не хватает явно. В третьем отрезке матча саровчане больше владели инициативой, атаковали. И гости, как ни старались, не смогли сравнять счет. Игра завершилась победой ХК «Саров» 3-2. Следующий матч наши хоккеисты проведут 21 ноября на выезде с команды «Сеченова». Ожидалось, что немножко будем не собраны, потому что первые игры всегда начинают тяжело. И у нас традиция, которая была прервана сегодня. Мы за четыре сезона первый раз выиграли первую игру. Ваши дети мечтают научиться играть в хоккей. Спортивная школа «Саров» приглашает мальчишек и девчонок 2013, 2014, 2015 и 2016 годов рождения на бесплатные занятия. Справки по телефону 906-00 и 626-22. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!